Парк активного отдыха в Черногорске. Но сейчас он пустует. Пандемия. Владельцы с нетерпением ждут возобновления работы. Построились совсем недавно. Помогла субсидия от государства. Это национальный проект, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса. В 2019 году Черногорская администрация объявила конкурс. Победила 8 человек. Это нам очень помогло. Мы открыли ниндзя-парк. Такого нет в Черногорске. Мы планируем, конечно, здесь еще дальше развивать и расширять этот вид деятельности. Стоит, конечно, участвовать. Стоит получить эти средства, потому что они очень необходимы. Сейчас такое время и вообще всегда деньги нужны. Другим победителям повезло больше. Их деятельность не под запретом. Например, пекарня. О модернизации производства даже не задумывались, пока не получили от государства поддержку в полтора миллиона рублей. Мы приобрели новое оборудование для пекарни. То есть это расточные шкафы, печи, тестомесы, холодильники и так далее. Также мы приобрели автомобиль для развозки хлеба. А это уже производство по металлообработке. Крупнейшее в Хакасии. Занимаются изготовлением и ремонтом тяжелого промышленного оборудования и техники. Постоянно обновлять арсенал станков сложно, ведь они стоят миллионы. Субсидия оказалась своевременной. Приобрели ленточно-пильный станок. Он способен принять детали большого диаметра. Дело в том, что большой прокат, прокат больших диаметров, его очень проблематично раскроить. Данное оборудование помогает и сделать это намного оперативнее. Облегчает работу, ускоряет процесс. Главный критерий для победы – социальная направленность бизнеса. Наши сегодняшние герои этому соответствуют. Здесь обеспечивают работой как раз социальной категории граждан. Это пенсионеры, предпенсионный возраст, мамочки-одиночки и малообеспеченные граждане. Продолжается поддержка социальных предпринимателей в нынешнем году. Прием заявок стартует с 10 августа. Желающим нужно обращаться в администрацию города. Также можно позвонить по телефону в Черногорске 2-30-26. Мария Мишнина, Дмитрий Щеглов, РТС.